Здравствуйте, коллеги! Сегодня у нас в гостях Александр Габоев, один из самых известных российских китаистов и руководитель программы «Россия в Отецко-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги. Раньше он работал в коммерсанте в качестве заместителя редактора и до этого качества корреспондента, отвечающего за освещение политики России в Азии и странах СНГ. Он также читал курсы по энергетической политике и политической культуре Китая в МГУ и является экспертом по всем этим и другим вопросам, связанным с Китаем и отношениями между Китаем и Россией. Его статьи регулярно публикуются на сайте Карнеги. Очень рекомендую всем почитать или послушать его подкасты интервью. Я знаю, что их очень много. Или подписаться на ньюссердер, новый выпуск которого рассылают каждые две недели. Там Александр Габоев и его коллеги в Карнеге пишут о самых главных событиях, которые происходят в Китае, а также между Китаем и Россией. И теперь я отдаю слово нашему эксперту. Спасибо вам. Спасибо большое, Янган. Очень приятно быть частью этой замечательной программы. Очень приятно с вами познакомиться. Жалко, что мы не можем это делать вместе из-за понятных всем ограничений физических. Я надеюсь, что когда-нибудь такая возможность появится. Так что давайте начнем нашу работу. У нас с вами будет две лекции. В первой я постараюсь побольше поговорить о политике и идеологии и вопросах безопасности, наверное. А во второй мы с вами больше погрузимся в вопросы экономики в том числе и постараемся посмотреть, что есть там. Мы сегодня поговорим о фундаментальных драйверах, которые сближают Россию и Китай, и о некоторых факторах, которые бы ограничивали это сближение. Я думаю, что для вас не секрет, если вы читаете СМИ, что тема российско-китайских отношений становится все более важной в американской внешнеполитической дискуссии. Понятно, что эти темы очень долгое время существовали отдельно. Российская тема не была столь значимой до 2016 года и до российского вмешательства в американские выборы, поддержки Дональда Трампа, кражи данных Национального демократического совета. Вы все это прекрасно знаете. И многочисленных санкций. То есть если до 2016 года тема была важной, но все-таки относительно периферийной, потому что есть Крым, есть война в Донбассе, есть Сирия, но это вещи, которые интересуют политический класс, занимающийся вопросами внешней политики. То, конечно же, вмешательство именно в американскую демократическую систему стало темой общенационального разговора. Китай в то же время является общенациональной темой в США и все более и более и более важной с каждым годом по мере того, как из просто крупной державы с немножко другой системой Китай превращается в настоящего конкурента США. Если послушать все то, что говорит об этом президент Байден, что говорят ключевые чиновники его администрации, очевидно, что мир вступает в период системного противостояния двух крупнейших сфер держав. Будет ли это похоже на холодную войну? Нет, мы можем с вами отдельно поговорить. И тем не менее, тема России и тема Китая для западного дискурса и для западной дискуссии очень важна, но долгое время эти темы существовали где-то отдельно. Есть российская дискуссия, есть китайская дискуссия. Что касается именно российско-китайских отношений, то всерьез их обсуждать начали совсем недавно. Я помню, когда я начал работать в центре Карнеги, перестал быть журналистом и первый раз приехал в рабочую командировку в Вашингтон, это было в 2015 году, еще был Барак Обама. Я был в Белом доме у высокопоставленного человека из Национального совета по безопасности, National Security Council. И вот мы с этим человеком обсуждали как раз российско-корейские отношения. Он говорит, ну, эта тема на самом деле нас не очень беспокоит, потому что если Россия, во-первых, там ничего нет, а во-вторых, если Россия хочет стать рабом Китая, ну и пожалуйста, какая в Америке в этом печаль, корысть и так далее. Нас это совершенно не касается. Как это часто бывает в американской внешнеполитической дискуссии, я думаю, что вы, наверное, замечали, что она движется по принципу маятника и часто не занимает какие-то серединные позиции, а часто шарахается из одной экранности в другую. Вот если шесть лет назад при Бараке Обаме считалось, что российские тайские отношения не интересная тема, ей не интересно заниматься, там ничего не происходит между этими двумя странами, то сейчас вы можете прочитать доклады о том, что Россия и Китай стоят на пороге создания военного альянса, то, что это, значит, две авторитарные страны, которые бросают вызов западному миропорядку и подрывают фундаментальные права человека и демократию и так далее. И вот, если, значит, там Россия с Китаем объединятся, то это будет самый большой вызов для мировых сил добра, начиная, не знаю, со времен Третьего Рейха или международного коммунистического движения. Вот где же здесь истина? Очевидно, что то, что Россия и Китай сближаются, действительно очень важное изменение глобального расклада сил, но насколько они сближаются, действительно ли они собираются формировать военный союз, действительно ли они собираются формировать антидемократический союз, или же у них есть довольно фундаментальные различия, которые не позволят им сблизиться, да, и насколько вот их сближение действительно влияет на то, что, как может выстраивать свою политику Запад в отношении и той, и другой страны. Давайте обо всем этом поговорим. Я думаю, что я постараюсь уложиться где-то в 35-40 минут, и мы оставим как можно больше времени для того, чтобы вы позадавали вопросы и вытащили из меня массу информации, которая полезна конкретно вам, и это будет гораздо интереснее. Значит, если мы посмотрим на отношения России и Китая с высоты птичьего полета, я бы предложил посмотреть на три важнейших фактора, которые Россию и Китай сближают и будут, скорее всего, сближать еще довольно продолжительное время. Первый фактор – это география и наличие протяженной границы между ними, да, больше 4200 километров. Долгое время, как вы помните из истории, как раз эта граница была источником трений, проблем и такой вот тикающей минной замедленного действия, потому что Советский Союз и Китай имели неурегулированную границу, границу, восходящую частично к неравноправным договорам еще имперских времен, то есть царской России и императорского Китая династии Цин, где императорская Россия оторгла узкие территории, которые маньчжурская династия Цин считала своей. Так это или иначе – это отдельный спорный вопрос. Очевидно, что китайцы жили или имели серьезное культурное влияние на многих территориях, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Достаточно, если только из вас когда-нибудь поедете во Владивосток, как уже был, возможно, вы пойдете в Кировический музей, музей истории Владивостока, он невероятно любопытный, и на первом же этаже вы увидите самые древние памятники Приморской земли, и эти памятники – стеллы надгробные на китайском языке, которые местная знать ставила в качестве надгробий. И там есть некоторые стеллы, которые землепроходцы китайские ставили в путешествие по реке Аму. Так или иначе, долгое время этот спор по поводу границы отравлял двусторонние отношения. И с начала 1980-х годов, когда обе руководства начали искать способ выстроить более прагматичные отношения, обсуждались различные идеи, как урегулировать этот спор. После того, как в Советском Союзе пришел к власти Михаил Горбачев, советское руководство приняло курс на нормализацию отношений с Китаем. В советское время вершиной этого курса стал визит Горбачева в Китае в 1989 году. Горбачев был на площади Теяймынь, застал кусочек печальных событий там. Но затем этот курс был унаследован и Борисом Ельцином, и Владимиром Путином. То есть в этом плане Россия, в общем, очень последовательна еще с серединами 1950-х годов. И идея российского руководства была, в общем-то, очень проста. Да, решая территориальный спор с Китаем, скорее всего, придется пойти на какие-то уступки. Но, с другой стороны, баланс сил между Россией и Китаем постепенно меняется не в пользу России. И если мы продолжим сохранять вот этот вот спор, он в будущем будет отвлекать все больше ресурсов, потому что мы должны будем соответствующим образом выстраивать свое военное планирование, готовиться к возможной войне и так далее. А в момент советско-китайского раскола Советский Союз держал в готовности мобилизоваться до 20 дивизий. Там вкапывались танки. Советский Союз был готов применять тактическое ядерное оружие против Китая и так далее. Но с китайской стороны тоже конфронтация со Советским Союзом была бездонной почкой в плане оборонных расходов. Оба руководства в 80-е годы поняли, что приоритеты у них совершенно другие. Китай собирался открываться и проводить рыночные реформы под руководством Дэн Сяопина. В советском руководстве тоже была и разрядка с США, и желание сделать так называемое ускорение советской экономики, и потом Горбачев запустил перестройку. То есть вот эти военные расходы, в том числе во многом обеспечившиеся советско-китайской конфронтации, лежали тяжелым временем на плечах и Москвы, и Пекина. И это время было решено убрать. Это во-первых. Во-вторых, даже с точки зрения военных приоритетов очевидно, что и у Пекина, и у Москвы Россия и Китай не находятся в списке главных, совсем важных опасностей, которые эти страны видят. Советский Союз и Россия по-прежнему больше всего озабочены. НАТО, США расширением НАТО, присутствием НАТО в Арктике, в Закавказье, на постсоветском пространстве. Китай больше всего обеспокоен полным воссоединением страны, то есть это тайваньский вопрос, и установлением суверенитета по периферии своих морских границ в акватории Южно-Китайского моря, острова Сенка, Ху-Дяо-Юйдао и так далее. То есть, как только было решено, что мы должны решить этот вопрос, советские и китайские дипломаты принялись за его решение. В 90-е скелет вот этого консенсуса был согласован. 16 июля 2001 года страны подписали договор о дружбе и добрососедстве. Да, мы отмечали его 20-летие совсем недавно, всего две недели назад. И затем уже в 2004 по 2006 год проходила окончательная делиментация границы. Россия уступила Китаю некоторые территории, но объем переданных территорий совсем небольшой, и граница официально установлена. И теперь она незыблемо существует, юридически оформлена и так далее. Никто официально, по крайней мере, никаких претензий ни в ту, ни в другую сторону не высказывает. Хотя в России жители Хабаровска, которые потеряли дачи, значит, на острове Большой Суиски, перед этим Китаем были там сильно недовольны. В Китае до сих пор можно услышать голоса о том, что вот, значит, Россия передала нам только часть территории, которую они должны вернуть, а в будущем, конечно, Россия должна вернуть гораздо больше, включая Читу, Хабаровск, Владивосток и так далее. Но это мнения не официальные, скорее маргинальные и существующие в обществах под спутом. Сейчас эта граница является очень важным стабилизирующим фактором в отношениях двух стран. Обе стороны понимают, что любое возвращение конфронтации опять ставит вас в ситуацию, где вам нужно инвестировать миллиарды долларов в ВПК и в потенциальную защиту границ. Поэтому формула в сфере безопасности никогда не всегда друг с другом, но никогда не друг против друга. И, в общем-то, она до сих пор работает. Поэтому я думаю, что любое российское руководство прекрасно понимает, что возвращение к эпохе какой-то конфронтации с Китаем это стратегический кошмар для России. Поэтому если мы себе представим, что завтра президентом станет, не знаю, вышедший из тюрьмы случайно, значит, счастливым образом, Алексей Навальный, если он, в общем, будет думать стратегически и задумываться об этом как патриот, смотреть и в будущее, то, конечно же, хорошие отношения с Китаем будут одним из важных элементов внешней политики, которую он может наследовать от Владимира Путина. В этом смысле, мне кажется, что в России, в общем, более-менее широкий консенсус, хотя есть, опять-таки, маргинальные группы, которые считают, что есть риск по-прежнему китайской генографической экспансии на Дальнем Востоке или что с Китаем невозможно выстраивать отношения, потому что это невыгодно для России и так далее. Мы с вами об этом чуть поговорим. Значит, границы зафиксировали. Второй фактор, который сближает Россию и Китай и будет сближать их и дальше, мы подробно поговорим о нем завтра, но сегодня остановимся на этом тоже немножко, это экономика. Россия и Китай идеально друг друга взаимодополняют в плане организации своего хозяйства. Россия – это гигантская бензоколодка с природным газом, с металлами, с деревом, удобрениями и так далее, которые нужны рынке, которые нужны капиталы для освоения месторождений и которые необходимы строительство дорогостоящей инфраструктуры. Китай – ровно наоборот. Огромная страна с растущим средним классом, большой объем потребления всей таблицы Менделеева и очень активный поиск доступа к минеральному сырью, которого Китаю, собственно, совершенно не хватает. И при этом же огромные запасы капитала, которые Китаю нужно куда-то инвестировать, и великолепная технологическая экспертиза. То есть реально мирового класса. То есть здесь Россия и Китай реально идеально дополняют друг друга. Долгое время Россия не обращала внимания на потенциал китайского рынка, но это связано скорее с эпохой 90-х, последовавшей за перестройкой и развалом Советского Союза. Если вы, возможно, помните, Китай стал потребителем углеводородов только в 1994 году. До того Китай был не только крупным производителем, но и даже крупным экспортером нефти. В 80-е годы около 20% доходов китайского бюджета были доходы от экспорта нефти. И только после вот этого вот охлаждения китайских реформ во время, после Тиньаньмэнь, поездки Дэн Сяопина на юг и перезапуска реформ, китайская экономика начала расти так быстро, что, собственно, нефти стало не хватать, и Китай вышел на рынок покупки. То есть в 90-е годы Китай только начал закупать нефть, и объемы были еще по-прежнему скромные, но довольно быстро росли. В России же в 90-х, как вы помните, Советский Союз распался, значит, госсобственность была приватизирована, и начались войны различных бандитских и олигархических группировок за контроль над активами. И, конечно же, новые хозяева хотели прежде всего выжить деньги для того, чтобы вести красивую жизнь, купить себе там сначала малиновый пиджак и золотые цепи и мобильный телефон, затем яхту, большую яхту, еще более большую яхту, дом в Белгравии и Лондоне и так далее. То есть это люди, которые, в общем, были сначала заинтересованы в контроле над активами и в установлении контроля над денежными потоками, чтобы зарабатывать сейчас. Мало кто из них думал стратегически и думал о том, что вот мы качаем нефтегаз в Европу уже десятилетия, а что же происходит в Азии, если там для нас какие-то новые рынки. Первым олигархом, кто подумал в эту сторону, был Михаил Борисович Ходорковский, который с 1998 года начал обсуждать с Китаем идею строительства нефтепровода в Китае. Ну, с Михаилом Борисовичем Ходорковским потом приключились разные неприятности, как вы знаете, и вслед за тем, как значительная часть активов ЮКОСа досталась Роснефти, точно так же и идея строительства нефтепровода из Сибири в Китай досталась, значит, руководство Роснефти и в 2009 году начала реализовываться, то есть Россия начала строить первые нефтепроводы. То же самое с газопроводом. Планы эти были еще в 90-е годы, реализованы они только в 2014 году после аннексии Крыма и визита Путина в Шанхай. Так или иначе, в России огромные залежи нефти и газа и сужающееся пространство для того, чтобы поставлять эти углеводороды на традиционные рынки в Европу. Посмотрите на дискуссию вокруг газопровода Nord Stream 2. И, очевидно, спрос в Азии будет по-прежнему большой, даже несмотря на амбициозные планы Китая перейти в 2060 году к безуглеродной экономике. Газ будет являться переходным топливом от угля к возобновляемой энергетике. Поэтому в ближайшие 10 лет Китай вдвое увеличит свои мощности электроэнергии на газу. И у вас очень большой список российских товаров, которые Китаю нужны. Точно так же Россия, если в 90-е годы в основном жила за счет импорта иностранных технологий с Запада, то сейчас Китай продает в Россию технологических продуктов, машин, станков и так далее в три раза больше, чем Германия. Этот переход произошел буквально за последние пять лет. Он тоже очень существенный. Здесь у вас тоже довольно большая сцепка, которая будет дальше расти. Последний драйвер, который очень важен, и который, скорее всего, будет с нами долгое время, это внутриполитическое устройство и в той, и в другой стране. Если вы читали обновленную Конституцию Российской Федерации, поправленную после известного референдума на Пеньках, то Россия – это демократическая страна с разделением властей на три части и так далее до сих пор. Несмотря на то, что только союз мужчины и женщины являются единственной формой брака, которую мы признаем. Тем не менее, формально Россия – это по-прежнему демократия. Китай, если вы почитаете Китайскую Конституцию, это тоже демократия. Это социалистическая демократия с китайской спецификой, где есть разрешенные демократические партии, которые не пытаются прийти на смену Компартии Китая, а помогают Компартии в управлении страной. Так или иначе, ни российская демократия, ни китайская демократия не являются демократиями в американском, европейском и даже японском смысле этого слова. Это авторитарные режимы, которые, во-первых, не очень заинтересованы влезать в дела друг друга. И это важно, потому что именно комментирование внутренней политической повестки друг друга очень важный источник раздражителей в отношениях США и Китая, и России, и Евросоюза. То есть представьте себе, в любом случае, допустим, даже самый прагматичный европейский политик, как попадящий канцлер Ангела Меркель, приезжая в Сочи объединить с Путиным газ Украины или что-то еще, должна быть готова к тому, что ее какой-нибудь журналист из Ляшпига спросит, а вот говорили ли вы с Владимиром Путиным об отравлении Алексея Навального, и что вы ему сказали и так далее. И она должна будет что-то такое сказать. Или, не знаю, правда ли, что в Чечне убивают геев, и говорили вы с Владимиром Путиным о неприемлемом поведении Рамзана Кадырова. То есть на всех уровнях, включая какие-то встречи дипломатов, аккредитованных в Москве с коллегами из МИДа, эти темы постоянно поднимаются, чем российские коллеги ужасно бесят. Российские коллеги сразу начинают заниматься путинским «What about ism», рассказывать про BLM и прочие проблемы в Европе. То же самое с китайцами. Естественно, любой западный лидер, встречаясь с Сидиньпином, должен будет сказать про Синдиан, про Гамконг, про ущемление свободы в интернете и так далее. На диалоге Путина и Сидиньпина таких проблем вообще нет. Какая разница с Сидиньпином, убивают геев в Чечне или нет? Какая разница Владимиру Путину, построили там какие-то лагеря в Синдиане или нет? А по многим темам типа движения демократического в Гонконге у Путина и Си, в общем, будет похожая оптика. Путин будет говорить, что я знаю, я сам это проходил, это вот все инспирировано ЦРУ. Мы можем обменяться опытом, как с таким бороться. Это во-первых. Во-вторых, обе страны имеют общую повестку в глобальных форумах управления, таких как, не знаю, ООН, являясь постоянными членами совбеза с правом ВЕТА, и будучи авторитарными державами, у них очень схожие взгляды на, например, вопрос суверенитета в интернете, принцип доступности данных из любой точки мира и свободы в сети, либо же принцип киберграниц и полного суверенитета страны и возможности регулировать свое интернет-пространство так, как хочется определенному государству. Здесь Россия и Китай постоянно оказываются в одной лодке и постоянно участвуют в этой международной дискуссии по написанию правил, исходя из своих интересов, которые в данном случае совпадают. То есть, резюмируя, у нас с вами есть три фактора, которые Россию и Китай будут сближать при президенте Путине, при президенте Навальном, при президенте, не знаю, Эльвире Набиуллин, кем угодно. Граница и необходимость поддерживать добрососедские отношения там, взаимодополняемость экономик и, в общем, схожесть политических систем. И при Алексее Навальном это может немножко поменяться. Но, тем не менее, скорее всего, вот эти вот вещи еще долгое время останутся вместе с нами и будут обеспечивать большее сближение России и Китая. Сверху этого появляется некий внешний фактор – это соперничество обеих стран с США. В национальной доктрине по безопасности США при Трампе России и Китая впервые были обозначены вместе в одном предложении как главные противники, даже не конкуренты, а именно противники – adversaries. И вот это вот одновременное противостояние и США, и Китаю во многом обеспечивает то, что Россия и Китай начинают сближаться и пытаться противостоять США совместными усилиями там, где они это могут делать. Пока что мы это видим в ограниченной сфере. Да, мы это видим прежде всего в военной сфере. Две стороны, во-первых, торгуют оружием. Россия – крупнейший поставщик вооружений в Китае. Вся эта история началась еще в 90-е годы, когда советский военно-промышленный комплекс во многом выжил за счет продажи оружия в Китай. Китай, как вы помните, после 1989 года был помещен под эмбарго, поэтому западные страны Китаю не могут продавать оружие. Соответственно, источником передовых технологий для народно-освободительной армии Китая во многом до сих пор является Россия, хотя Китай сейчас уже совершил огромный прогресс и во многом основывается на собственных военных технологиях. Обе страны проводят совместные военные учения, причем и масштаб, и количество, и география этих учений постоянно расширяются. У нас есть хотя бы одни крупные наземные учения. В этом году они будут впервые проходить на территории Китая. В 2018 году Россия в беспрецедентной манере позвала Китай участвовать в своих стратегических учениях. В Восток, вы помните, наверное, что в России каждый год проводятся стратегические учения в одном из командований пяти – Юг, Запад, Кавказ, Центральная Азия, Арктика, Запад и Восток. И долгое время главным предполагаемым противником на учениях Восток всегда был именно Китай. И вот в 2018 году Китай позвали как почетного гостя, значит, 3200 солдат, техника и так далее. В этом году, соответственно, российские военные принимают учения, значит, участие в ответных учениях. У нас появились военно-морские учения, которые тоже проходят каждый год, причем проходят не только по двое и двух стран, но были совместные маневры в Восточном Средиземном море, были совместные маневры на Балтике и в Северном море, и здесь география взаимодействия тоже расширяется. Есть совместные учения по противоракетной обороне, и это учения непосредственно направлены на сдерживание военных возможностей американцев и их союзников. Есть с 2019 года совместное патрулирование стратегическими ядерными башнировщиками в Восточной Азии. То есть здесь и номенклатура, и география сотрудничества расширяются, с одной стороны. Значит, с другой стороны, у нас есть технологическое взаимодействие, где российские компании, находящиеся под санкциями, пытаются избавиться от продукции европейских производителей, которые могут быть подвержены санкциям. Кто-то запретит обновлять промышленные IT-системы для «Газпрома» или для российских заводов, и эти заводы могут стать соответственно. Нужно заниматься импортозамещением и пытаться создать российские аналоги. И, с другой стороны, многие российские компании с закупок западного оборудования переключаются на закупки китайского оборудования. Для Китая, в свою очередь, поскольку Китай сталкивается с огромным давлением западных стран и вытеснением китайских технологических гигантов вроде Huawei и системы связи пятого поколения со своих рынков, понятно, что здесь Россия тоже огромный полигон. Это большущая страна, которая Huawei пока не выгоняет, а, наоборот, активно экспериментирует с китайским оборудованием. И это не только рынок. Рынок, в общем, относительно большой, но не настолько большой. Это, прежде всего, демонстрационный кейс для того, чтобы показывать другим развивающимся странам, которые думают пускать Huawei на свой рынок. Смотрите, русские, вы же знаете, что они все помешанные на безопасности, они дико гордая страна. И, тем не менее, вот даже русские не видят никаких проблем в том, чтобы развивать свою систему 5G на основе технологии Huawei. Почему такие проблемы должны возникать у вас в Бразилии или в ЮАР или где-то еще. И, наконец, в сфере продвижения вот этих вот новых норм на площадках ООН, на площадках Международного союза электросвязи и так далее, Россия и Китай тоже оказываются постоянно в одной и той же лодке. Последняя сфера, которой много довольно говорят, что вот Россия и Китай занимаются этим совместно, это дезинформация и подрыв основы западных обществ через активные твиттер-компании, боты и так далее. Вы наверняка видели много заявлений западных чиновников на эту тему. Есть даже некоторые исследования, что вот тактика российских и китайских одмайн-пропагандистов все более похожа, а это значит, что они сотрудничают. Вот китайский МИД все больше говорит о такая большущая Мария Захарова, хотя роликов, где Джан Ли Дзянь, главный рупор китайского МИДа и так называемой дипломатии волков, бьет куклу с надписью «Пресс». Вы не видели такого чудовищного ролика, который Захарова и МИД России записали перед Олимпиадой с вопросами про то, почему мы выступаем без флага и так далее. Вот там перед самым началом пресс-брифинга Мария Захарова боксирует и бьет такого манекена с надписью «Пресс». Выглядит чудовищно. Вот примерно то же самое теперь занимаются китайские дипломаты. Но, допустим, мы поисследовали эту тему в Карнеге. У нас совсем недавно вышла работа с моим коллегой Леонидом Ковачичем. И мы приходим к выводу, что здесь не взаимодействие и не сотрудничество, а скорее изучение опыта друг друга, изучение опыта США, но непрямая работа вместе друг с другом. Таким образом, некоторые аспекты отношений России и Китая действительно затрагивают очень глубинные чувствительные сферы, прежде всего в сфере безопасности, и влияют на интересы Запада и западных демократий. Я думаю, что главное здесь влияние – это прежде всего в военной сфере, потому что если политика США будет в неком военном сдерживании Китая, то вот эта вот продажа российских технологий истребителей Су-35, системы ПВО С-400, система предупреждения о ракетном нападении и так далее сильно укрепляет позиции Китая в военном противостоянии США. Например, системы С-400, если их поставить в провинции Пуцзянь, что, насколько я понимаю, делается напротив Тайваня, могут одновременно контролировать все воздушное пространство над Тайванем, если там поставить несколько дивизионов. То есть для того, чтобы Тайвань защитить от гипотетической китайской высадки, США придется инвестировать очень значительные ресурсы. То же самое с Южно-Китайским морем, то же самое с островами Синька. Соответственно, возникает вопрос, если они так сближаются, два авторитарных лидера, близкие еще по возрасту, очевидно друг другу нравящиеся, проводящие кучу времени вместе до пандемии и так далее. Может быть, Россия и Китай вообще готовятся к тому, чтобы заключить военный союз и превратиться в антизападное НАТО? И тут, мне кажется, нам надо поговорить о неких ограничителях в отношениях России и Китая. Мне кажется, что Россия и Китай не будут создавать военный союз, и что при всем их дальнейшем сближении у него есть некоторые естественные ограничители, которые будут постоянно всплывать и не позволят сформироваться такой оси, которая была между фашистской Германией, императорской Японией и Муссолинивской Италией, или сформировать какой-то восточный фонд. Прежде всего, у обеих стран многие интересы совпадают, но далеко не все. Например, зачем Китаю признавать суверенитет России над Крымом, портя и без того непростые отношения с Западом дополнительные, или портя отношения с Украиной, для которой Китай в последние годы является крупнейшим торговым партнером, где Китай все еще надеется получить определенные военные технологии и так далее. Зачем России, с другой стороны, признавать китайские претензии в Южно-Китайском море? Китай говорит, что линия из девяти пунктиров – это то, чем Китай владеет с незапамятных времен, поэтому все остальные страны должны с этим согласиться. У России есть важные партнеры в Юго-Восточной Азии, Индонезии, Вьетнам прежде всего, которые ведут с Китаем территориальные споры, и Россия не собирается жертвовать отношениями с этими странами. Точно так же Россия не собирается принимать чью-либо сторону в территориальном споре между Китаем и Индией, поскольку Индия – это тоже важный партнер. То есть мы видим, что эта формула «никогда друг против друга», но не всегда друг с другом, тоже важна. У нас много интересов, которые не совпадают, и зачем подписывать некий договор, в котором будет такая вот статья 5, как в договоре НАТО или в военных союзах США с азиатскими демократиями, в Японии или Южной Корее, где мы будем друг другу приходить на помощь вне зависимости от контекста. Поэтому мне кажется, что здесь вот к военному союзу дело не придет. Во-вторых, обе стороны, и это очень важно, это страны с самосознанием великих режимов, которые молятся на некую стратегическую автономию, стратегическую самостоятельность. И здесь, мне кажется, и для России, и для Китая очень важно то, что они свои собственные интересы могут отстаивать без привлечения других партнеров. Ну, и пока что, по крайней мере, это действительно так. Зачем России признание Крыма со стороны кого-либо, когда Россия сама, в общем, может обеспечивать куча электроэнергии, безопасностью, даже в какой-то степени водой и прочее. Россия в какой-то момент пыталась купить признание Абхазии и Южной Осетии, потом поняла, какая разница, сколько их стран признают, и зачем нам тратить миллионы для того, чтобы подкупить Никарагуа или Венесуэлу, чтобы они признавали Абхазию и Южную Осетию независимым государством. Достаточно того, что мы их признали, все, это наши сателлиты, военные базы и так далее. Точно так же Китаю, в общем-то, не нужна поддержка России для того, чтобы продолжать насыпать искусственные острова в Южно-Китайском море и размещать там военную инфраструктуру. Поддержка России желательно, но не обязательно при проведении той этнической политики, которую сейчас проводят в Синдзиане и так далее. Значит, это еще один аспект. Другой аспект, что у нас, в отличие от России и стран Западной Европы, вроде бы как нет вот такой вот периферии и стран между Россией и Китаем, которые были бы источником очень жесткой конкуренции, ну, как, например, Украина, Беларусь и вообще весь Восток, то есть весь Запад полусоветского пространства, да, является ареной конкуренции между Россией и странами НАТО и Евросоюзом. Для России понятное дело, что в силу там исторических причин, многие из вас, наверное, видели статью Владимира Владимировича Путина про то, что мы с украинцами якобы один народ, с которым я совершенно не согласен, но тем не менее. Вот эта вещь, которую Путин, по крайней мере, постулирует, Сергей Шойгу обязал всех российских военных изучать статью в обязательном порядке в армии, то есть это некая демонстрация того, что вот у России есть исключительные и особенные совершенно интересы в Украине и Беларуси, и Россия, значит, от этих красных линий не будет уступать. Плюс российские военные очень беспокоены, что при гипотетическом сценарии, военные, как вы знаете, люди, которые смотрят даже в сценарии выставки «Марсиан», у них должен быть на это какой-то оперативно-тактический план, как они будут действовать. Вот в том невероятном случае, что Украину и Беларусь возьмут в НАТО и там разместят где-нибудь на восточных рубежах какие-то тактические ядерные ракеты, что вот теперь ядерные ракеты с территории НАТО будут лететь до Москвы на три минуты. быстрее, а это полностью меняет стратегическую картину, уменьшает возможность нашу на ответ и так далее. Вот подобных стран вроде бы как между Россией и Китаем не существует, но есть регион Центральной Азии, в котором конкуренция за влияние тем не менее идет. И совпадающих интересов у России и Китая в Центральной Азии очень много, но есть и интересы именно влияния и позиционирование себя как доминирующей внешней силой. И вот здесь у России и Китая, мы можем отдельно об этом поговорить, тоже есть некая напряженность, хотя пока что обе стороны мы блестяще справляются с тем, чтобы найти баланс интересов между собой. Наконец, есть история про некие разведывательные вещи, то есть коммерческая охота китайских спецслужб за российскими коммерческими секретами, за секретами в сфере ВПК и за российскими секретами в сфере обороны. Ну, понятно, что великие державы ведут друг против друга разведывательность, это никого не секрет. Вы, наверное, помните, что США прослушивали телефон Ангела Меркель и ни факт, что не прослушивают до сих пор, и за это особо не извинились. То есть это нормально даже между столь близкими союзниками, как США и Германия. Естественно, это абсолютно нормально между такими партнерами, как Россия и Китай. И, тем не менее, последние 15 лет Россия и Китай, даже ведя разведывательность друг против друга, старались об этом публично не говорить, чтобы не усиливать антикитайские настроения в России и антироссийские настроения в Китае. То есть публично о случаях шпионажа мы ничего до недавнего времени не знали. Но сейчас эта практика начала меняться. В прошлом году в России есть, по крайней мере, два известных случая, где люди обвиняются в шпионаже и стало известно, что они шпионы в пользу Китая. Но в одном случае там рассказали об этом родственники журналистов, в другом случае рассказали адвокаты из команды 29, которая подзащищает Ивана Сафронова и ученого Митько из Санкт-Петербурга. А в этом году у нас есть первый кейс, где был осужден российский гражданин в Забайкалье, который шпионил на Китай. И ФСБ, российская контрразведка, через СМИ, через агентство ТАСС сообщило, что вот человек был осужден за шпионаж в пользу Китая. То есть впервые за 15 лет у нас российское контрразведное сообщество посылает публичный сигнал, что вот Китай ведет некую развед деятельность против России, и мы все это видим, и мы не очень довольны. То есть здесь очевидно есть некоторые трения и недоверие между спецслужбами двух стран, которые по-прежнему будут сохраняться и по-прежнему ограничивать потенциал для сбежения. Наконец, последний фактор, и я на этом замолчу, и мы сможем поговорить уже в режиме Q&A. Если мы представим себе, что нынешние тенденции сохраняются, и вот Китай продолжает расти темпами, в этом году девять процентов после ковида, но дальше пять процентов, четыре процента и так далее. А российская экономика вырастет в этом году четыре процента, а дальше вернется темпом полтора-два из-за отсутствия структурных реформ. Асимметрия экономическая и технологическая между ними будет нарастать. Причем Китай уже размером с большой Apple-монитор, а Россия — это такой вот маленький айфончик. И вот Apple-монитор растет темпами пять процентов в год, а айфончик растет процентами один процент в год. Да, разница потенциалов между ними будет нарастать. Соответственно, у Китая появится все более сильная переговорная позиция на любой дискуссии с российскими коллегами, будь то коммерческие контракты, будь то локализация технологий и так далее. И, соответственно, если сейчас отношения можно назвать win-win, да, то есть и выгоды взаимные, я бы сказал, что вот пропорция, где выгоды разделяются, примерно 50 на 50. Да, в какие-то контракты более выгодные условия для китайской стороны, в какие-то контракты более выгодные для российской стороны. Но где-то мы пока что вот в балансе 50 по 50 сходимся. То дальше, учитывая, да, разрыв потенциалов, у китайской стороны будет все больше естественного желания воспользоваться более сильной переговорной позицией и вот этот leverage использовать для того, чтобы получить сделку 30 копеек русским – 70 нам, 20 копеек русских – 80 нам. Это по коммерческим контрактам. И примеры такие уже есть в нефтегазовой сфере. А еще более опасно, если китайские коллеги начнут использовать экономические рычаги для принуждения России делать что-то в политической сфере, чего Россия бы не хотела делать. Как это там делает сама Россия в отношении своих соседей, как это делают США в отношении других стран, и как это все более активно делает сам Китай. Посмотрите на то, что там происходит в отношениях между Китаем и Австралией. Австралия 60% своего экспорта направляет в Китай, и Китай сейчас это активно использует для того, чтобы выкрутить Австралии руки по ряду политических вопросов. Вот что помешает через 15 лет сказать Китаю? Вы знаете, товарищ Путин или кто там будет в этот момент? А там, кстати, есть в Южно-Китайском море некие спорные острова, а вы зачем-то не занимаете однозначную позицию. Вот почему вы так делаете? Ну-ка быстро выпускайте там Марию Захаровну и кого-то еще, и пусть скажут, что Россия и Китай поддерживают. А если вы откажетесь от этого делать, то смотрите, вот у «Газпрома» 70% продаж в 2035 году – это Китай. А вы же понимаете, что мы можем сократить вот случайно, ну мало ли, в трубе какие-то возникнут проблемы, или ваш газ не будет удовлетворять нашим техническим регламентом, и мы будем закупать больше газа, например, у Катара. Поэтому давайте-ка, ребята, быстренько соглашайтесь на то, чтобы признавать всю Южно-Китайское море китайской территории. Или «А зачем вы продаете оружие Индии? Вы же разве не знаете, что Индия не друг Китая? И ваш не друг, поэтому прекращайте вы это дело, а иначе мы вам перестанем газ покупать или не дадим кредит и так далее». То есть это вещи гипотетические, но они очень реальные, лет через 15-20. И это то, о чем в России дискуссия только начинается тихонечко. И Карнеги одна из немногих публичных площадок, где она происходит. Но я вижу, что даже вот такие, ну, близкие к власти экспертные организации, как Совет по внешней оборонной политике, та журнала «Россия в глобальной политике», начинают публиковать материалы вот с тем вопросом типа «Хорошо, а что будет с этими отношениями через 15-20 лет?» И как нам удержать баланс в отношении с Китаем, получая максимальные выгоды и минимизируя риск? Я думаю, что для российской внешней политики в ближайшие 15-20 и даже больше лет, то есть до середины 21 века точно, это будет одним из ключевых и все более насущных вопросов. Спасибо большое. На этом я давайте замолчу и давайте уже спрашивайте все, что угодно. Спасибо. 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 Спасибо.